В эфире программа «Городские встречи». Здравствуйте. В гостях у нас сегодня сопредседатель регионального штаба Общероссийского народного фронта в Рязанской области Андрей Леонидович Красов. Здравствуйте, Андрей Леонидович. На прошлой неделе все мы знаем, что прошел большой форум в Москве Общероссийского народного фронта. Вы принимали в нем участие. Расскажите немного о впечатлениях. Более 4 тысяч человек приняли участие в его работе. Это были и активисты Общероссийского народного фронта, и наши эксперты, представители федеральных органов исполнительной власти, ваши коллеги, журналисты федеральных каналов, региональных каналов. То есть более 4 тысяч человек приняло участие, я уже об этом сказал. Это самый представительный форум с момента создания. Я бы, конечно, сказал пару слов, что в мае 2011 года состоялось, было организовано наше движение, движение, которое возглавил президент Российской Федерации и лидер нашего движения Владимир Владимирович Путин. Это движение создалось для того, объединило всех людей, которые любят Россию. Люди, которые неравнодушны к проблемам современного общества. Да, неравнодушны, действительно. Те, которые способны прийти на помощь, способны услышать боль каждого, чтобы эта боль стала его личной болью и решить эту, самое главное, решить эти проблемы. Так вот, вот эти вот самые неравнодушные люди как раз объединил столица нашей Родины, город Москва. Были подведены итоги или же обозначены какие-то проблемы и, может быть, уже цели задачи? Вы знаете, как правило, в конце года форум проходит, да, несколько задач он имеет, таит как бы в себе. Это, во-первых, подвести итоги, а итоги мы подводили за 2017 год, ну и за прошедший еще до этого два года. Ну и ставил ли задачи перед собой, перед нашим движением в будущем. Очень много молодых людей было на форуме. Вы, кстати, с телерепортажа должны об этом как бы, ну, увидеть. Это где-то две трети молодых людей, хотя мы сами тоже старыми не считаемся, но где-то две трети молодых людей было. Мы делаем на них ставку и поэтому, может быть, форум, который проводился в городе Москве, он и шел с девизом «Россия, устремленная в будущее». Я участвовал, к примеру, на площадке образования будущего, новая школа. Мы говорили о новых методах преподавания, новых формах доступности образования, новых формах дополнительного образования. И, естественно, мы очень много посвятили вопросам ранней профориентации молодежи. Наш проект, патриотический проект Общероссийского народного фронта тоже включал, и мы обсуждали эти вопросы как бы на платформе образования, на новая школа. Я был докладчиком по этому проекту, я докладывал патриотический проект. Он включает в себя как бы четыре подпроекта. Это «Дать имя героя школе», «Сохрани вечный огонь». Еще один проект – это «Уроки победы. Бессмертный полк». И крайний проект, который мы обсуждали – это «Народная память. Волонтеры памяти». Вот я, в частности, как бы основным садокладчиком по этим проектам был и по проекту «Сохрани вечный огонь». Президент Российской Федерации и лидер Общероссийского народного фронта поставил перед Общероссийским народным фронтом конкретную задачу – обеспечить бесперебойную работу и обеспечить полный учет мемориальных комплексов «Вечный огонь». Впервые у нас в стране мы подсчитали, сколько же таких мемориальных комплексов находится. На данный момент их 4330 мемориальных комплексов. Мы не только обеспечили учет, но и сделали все возможное. Не только активисты Общероссийского народного фронта и региональные власти откликнулись на это поручение президента. И не только обеспечили бесперебойную работу этих мемориальных комплексов, но и в ходе подготовки к очередной дате Дня Великой Победы, в частности, в Рязанской области, я с удовольствием об этом докладывал, активисты УНФ сделали автомобильный пробег, посетили каждый мемориальный комплекс, в том числе на некоторых навели порядок. Мне посчастливилось, что я доложил именно о еще одном мемориальном комплексе, который открылся на территории Рязанской области. До этого было 39 мемориальных комплексов типа «Огонь памяти», которые зажигались периодически с использованием газобаллонного оборудования, и 4 мемориальных комплекса типа «Вечный огонь», которые подсоединены к магистральному трубопроводу и постоянно горят. И вот мне посчастливилось, что я донес до своих коллег, что еще одним мемориальным комплексом у нас стало больше. Еще один, пятый уже получается мемориальный комплекс в этом году, в канун Дня освобождения города Михайлов и в канун очередной годовщины контрнаступления под Москвой открылся мемориальный комплекс «Вечный огонь», но, естественно, в городе Михайлове. В конце года мы традиционно подвозим итоги. Вот что мы можем говорить по итогам работы Общероссийского народного фронта регионального отделения в Рязани? Активисты регионального отделения ОНЭФ в Рязанской области проделали большую работу. Те проекты, которые существуют на федеральном уровне, они все находят свое применение и на территории Рязанской области. Это и проект «За честные закупки», и проект «Убитые дороги». Многими любимый проект «Убитые дороги», очень актуальный для нашего города. Вот здесь мы что можем говорить про дороги нашего города и области? Я могу сказать, что за этот год 9 дорог из 10, которые вошли в топ самухубитых, они были отремонтированы. Было отремонтировано более капитально, причем отремонтировано более 40 дорог, а более 60 дорог проведен ямочный ремонт. Совершающийся год – год экология. И здесь Общероссийский народный фронт тоже работал. Мы убирали свалки нефункционированные, мы боролись за раздельный сбор мусора. Вот здесь мы какие итоги тоже можем подвести? Наши активисты, активисты Общероссийского народного фронта создали места для сбора именно сортированного мусора. Каждый, скажем, контейнер был заполнен тем мусором, на который мы рассчитывали. Это одна как бы инициатива. Но если взять о глобальной такой инициативе, тоже активистами регионального отделения Общероссийского народного фронта, с помощью активистов, которые у нас в муниципальных районах находятся, мы также создали интерактивную карту свалок в Рязанской области. И из всех свалок, 140, скажем так, вот этих мест сбора мусора, они прекратили свое существование, в том числе и с работой активистов, и при непосредственном участии. И как одно из достижений нельзя не упомянуть «Зеленый щит». Что это такое? Да, «Зеленый щит» – это, конечно, кропотливая работа. Кропотливая работа вместе с властью в регионе. Это очень трудная работа. Мы понимаем, что Рязань – большой город, который пополняется и жителями, но и разрастается предприятиями, и мы понимаем, что мы должны дышать чистым воздухом. И для того, чтобы мы имели такую возможность, мы инициировали принятие закона о «Зеленом щите» вокруг города Рязани. То есть реанимировали те легкими, которыми мы когда-то гордились. Более 68 тысяч гектаров составляет этот пояс. Он располагается на территории города Рязани, Рязанского района и Рыбновского района. В него вошли лесопарковые зоны. Это поймы наших рек. Нельзя не сказать именно о помощи со стороны региональной власти, а конкретно губернатора Рязанской области Николая Викторовича Любимова и, соответственно, его коллег из правительства Рязанской области. Если бы такой поддержки мы не ощутили, то наверняка «Зеленого щита» вокруг Рязанской области, наверное, и не получилось бы. Мы благодарны, это я выражаю не только свою позицию, я выражаю позицию всех членов Общероссийского народного фронта в Рязанской области. Мы благодарны губернатору Рязанской области, правительству Рязанской области за то, что нам удалось создать «Зеленый щит» вокруг города Рязани. На следующий год какие задачи ставите перед активистами регионального штаба Общероссийского народного фронта? Сделано немало, но предстоит сделать еще больше. Вне всякого сомнения, те проекты, над которыми мы работали, мы их собираемся продолжить. Это и проекты в области образования, это проекты в области здравоохранения, это проекты «Общество и власть. Прямой диалог», в котором, кстати, мы и говорим, в том числе о поддержке независимых СМИ. Это и проэкологию проекта. Сортировка мусора – это тоже первый, как бы, одни из первых шажочков, можно даже не шагов, а шажочков для того, чтобы навести порядок, как сказал президент Российской Федерации и лидер нашего движения Владимир Владимирович Путин. «Пора навести порядок в своем доме». И мы этот проект также будем реализовывать. Что еще? Проекты в области экономики, создание высокопрофессиональных рабочих мест, проекты в области благоустройства территорий, наших городов и муниципальных образований. Но самая главная задача, на что будет направлено усилие активистов общероссийского народного фронта и наших экспертов, это, вне всякого сомнения, это мониторинг указов президента Российской Федерации и поручений президента Российской Федерации и лидера нашего движения Владимира Владимировича Путина. Еще одной немаловажной задачей это безусловная поддержка нашего лидера в предстоящих выборах президента Российской Федерации. Андрей Леонидович, спасибо вам за беседу, успехов вам в вашей работе. Терезрители напомню, что в гостях у нас сегодня был сопредседатель регионального отделения общероссийского народного фронта в Рязанской области Андрей Леонидович Красов. До новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова